У фойе Громадско-культурного центра разгорнулася богатая выстава народных промыслов. Камельчане убачили национальные украинские вышиванки, драуляные и скураные выробы, писанки, а так само старожитные музычные инструменты – трамбиту и бандуру. Беларусь и Украина имеют шмат агульного. Их связывают в историчные, дипломатичные и культурные совязи. Нагадаем, доручения проводят такие перекрыжеванные святы культур далеки ровники держав Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Очевидно, что Дни культуры проходят успешно. В моем понимании, это мой первый такой опыт, у меня большой. Благодаря этим Дням культуры, артисты и люди, которые занимаются этим вопросом и культурой, они сейчас строят планы на будущее. Я думаю, что в ближайшее время, уже в этом году, вы увидите сольный концерт тех артистов, которые сегодня здесь выступают. И не только в Минске, а и по всей Беларуси. И это тоже очень важно. То есть мы закладываем обидвалы, то есть основу дальнейшего сотрудничества именно в этой сфере. Вы знаете, когда белорусы к нам приезжают, мы всегда очень рады принимаем, и мы общаемся с послом Республики Беларусь в Украине. Мы сейчас общаемся с Сергеем Ивановичем. Поэтому у нас очень хорошие тесные отношения. Я думаю, что это будет хорошим поводом для того, чтобы продолжать наше хорошее конструктивное сотрудничество. Свято национальной культуры на Гомельской сцене открыл яркий номер «Украина моя Украина» в выполнении сусветно-вядомого ансамбля танца имя Паула Вирского. Коллектив пропонует самые массовые хореографичные постановки, по яких удзельничают 70 человек. Далее глядачов чекали народные песни и популярные хиты в выполнении зорок украинской эстрады, артистов и творческих коллективов. По их лику народный артист Украины Ива Бобу, заслуженная артистка Украины Лінара Асманова, молодая выканавца и удзельница его рабочения Злата Огневич, квартет «Гетьман» и этническая группа «Луйку». Женоча аудитория с нетерпением чекала заявления на сцене популярного эстрадного выканавца Олега Винника. Зори, розори, хори, хори, хвоститься, чи не стыдся, Била на мисках снова, ну да учиться. В первой школе в Гонгеле выступила народная артистка Украины Ціна Карель. Она порадовала прихильников одразу п'ятюну марами, среди которых были как вядомые композиции, так и новинки. Концерт довжився больше за 2,5 години. У его организации было заденечено коля 140 человек. Уражение украинских артистов от белорусского приема и публики – самое лепшее. Через эти концерты и общение с белорусским народом мы это тоже ощутили. У нас половина из даже моих друзей и артистов, коллег, родственники и друзья живут в Беларуси. Поэтому мы все одно, знаете, это такая, да, великословянська рудына, можно так сказать. Я благодарю белорусского зрителя за такую теплоту, за то, как здесь любят украинских артистов, как нас здесь тепло принимают. Мне очень у вас понравилось. И я очень хочу приехать в серии сольных концертов. Я считаю, что вообще очень важно, когда музыка объединяет людей. Потому что музыка, на самом деле, она не имеет границ. Плануется, что в наступном годе белорусские артисты отправятся в Украину с уседку с визитом у отказ. Анна Кральчук, Яуген Макенко, телерадоакампания «Гомель».